Никогда малые народы не смогут жить отдельно. Есть акулы политической карты мира. США, Китай, Великобритания, Россия, все остальные страны под теми или иными. Томсо, а как ты видишь свободу? Как практика показывает то, про что ты говоришь, это не свобода, а смена хозяина. Украина тому пример. Ну, я не согласен, конечно, с тем, что Украина тому пример, и она поменяла хозяина. Смотрите, что я подразумеваю под свободой. Я, в принципе, до этого уже сказал, что я под этим подразумеваю. Это чтобы мы, чеченцы, на своей территории сами избирали себе власть, государственный строй, чтобы у нас на территории нашего государства действовали наши законы, выбираемые нами, и чтобы наша власть могла осуществлять эту власть и правосудие на всей территории нашей страны. Под этим, конечно же, подразумевается, что у нас будут отношения с другими государствами, то есть суверенные, как у суверенного государства, свои паспорта, свои диппредставительства в других странах. У нас своя валюта, если мы этого захотим, если мы не хотим использовать другую. То есть все атрибуты свободного, суверенного, независимого государства. Вот что я имею в виду. Но я не имею в виду какую-то изоляцию от этого мира, экономически мы ни от кого не зависим. Это невозможно. В современном мире, при имеющейся сегодня глобализации, такого вообще, в принципе, реализовать такое невозможно. Это даже у тех самых китов, акул этого мира не получается. Даже они зависят друг от друга. Конечно, маленькие государства тем более будут зависеть. Но это не та несвобода, о которой мы говорим. Когда ты имеешь отношения с другими государствами, в зависимости от выгоды для себя, для своего народа, для своего государства, ты выбираешь, с кем тебе иметь отношения, какие там, с кем торговать, кого бойкотировать, то ты суверенен, когда ты сам это выбираешь. Даже если обстоятельства тебя вынуждают, все равно ты суверенен. Вы поймите, что свобода, независимость государства, она, это не равно сила этого государства. То есть, для того, чтобы государство было свободным, суверенным, оно может быть какой-то период слабым. Оно может даже испытывать такие трудности, быть в таком слабом положении, что будет платить дань другому государству. Как это было в истории халифата, халифат на протяжении нескольких лет платил дань римлянам или персам, по-моему, римлянам платилась дань, чтобы они не нападали. То есть, ежегодно им выплачивалась какая-то сумма, был договор, давайте вы не входите, ваше войско не входит, вы не завоевываете, вы над нами свою власть не устанавливаете, а мы ежегодно вам, как откуп, платим какую-то там, тогда золото мы оплатили, в общем, даем вам какую-то дань. И это государство остается свободным, пока оно имеет возможность идти на такие договора, пусть даже очень невыгодные для себя, пусть даже очень унизительные, но пока к тебе тебя не покоряют, пока над тобой не устанавливают свою власть, и пока тебе не навязывают свои законы, свои праздники и трауры, ты остаешься свободным и независимым. Вот в чем суть. Поэтому, если ты говоришь, у тебя по-любому не будет, ты не будешь силен, как Китай там и американцы, мы это прекрасно понимаем. Конечно, не будем на данном этапе точно. Однако, это не делает нас независимыми, точнее, зависимыми. Мы будем оставаться, и любая страна, в том числе и Украина, будет оставаться независимой и суверенной, пока вот эти атрибуты независимости действуют на ее территории, они будут независимы. При этом, да, они будут во многом зависеть. Например, сегодня даже воюя с Россией, конечно, они зависят от западной помощи. Понятно, что без нее Украина долго не продержится. Но является ли это вот той самой несвободой? Нет, не является. Вот эта вот зависимость, это двусторонняя независимость. И непокорение, то есть не дать покорить России Украину, это в интересах не только одной Украины. Запад не от того, что он такой хороший, просто добрый в эту тему вошел. Здесь просто прекрасно понимают, что там на Украине все не закончится. Поэтому это уже взаимовыгодные отношения между государствами. И на такое, хотим мы того или нет, мы вынуждены идти. Свобода в том понимании, о котором ты говоришь, ее больше в Европе или в РФ. Та свобода, о которой я говорил сейчас, о свободе государства, его независимости, то ее не больше, не меньше, ни там, ни в России, ни в Европе. То есть мы же говорили не о свободах людей, проживающих здесь, мы говорили о государственных, о суверенитетах этих государств. Поэтому в этом плане здесь нельзя сказать, что где-то чего-то больше, там где-то меньше. Все государства, все члены ООН, они по сути имеют одинаковые атрибуты своей государственности. Все имеют свои паспорта, свои валюты, свои отношения и так далее. А если твой вопрос подразумевает свободу людей, проживающих на этих территориях, то, конечно, пока еще, пока в европейских странах где-то больше, где-то меньше, но в целом в европейских странах, конечно, свободы у людей гораздо больше, чем у россиян. И, например, там у жителей бывшего Союза, стран СНГ. Ну, не считая Литву, Латвию, Эстонию. Я имею в виду остальные, не ставшие членами Европейского Союза. Но, к сожалению, сейчас в Европе, в европейских странах, ну, очень такая печальная тенденция, когда эти страны идут все больше к несвободе для людей. То есть все больше и больше закручиваются гайки. Как правило, это происходит с таким правым поворотом в этих странах, а в многих странах Европы сейчас происходит этот правый поворот, то есть к власти приходят правые силы. Как результат, они урезают свободы для своих граждан. Я поэтому сказал, что пока еще... Так, то есть вот это слово пока было мной употреблено, потому что сейчас тенденция, к сожалению, не лучшая. Это пока еще не все страны Европы это коснулось, но во многих странах, к сожалению, это происходит. Никогда малые народы не смогут жить отдельно. Есть акулы политической карты мира, США, Китай, Великобритания, Россия, все остальные страны под теми или иными. Ну, тем не менее, маленькие народы живут отдельно, имеют свой суверенитет. И, конечно, ты сейчас будешь предъявлять там какие-то, а как они зависят, они... А мы об этом и не говорим. Мы не говорим о какой-то полной изоляции от всего мира. Конечно, мы должны все взаимодействовать как-то экономически, друг от друга все зависят. Конечно, не без этого. Но когда речь идет о свободе и независимости, речь всегда идет о суверенитете. То есть, чтобы этот народ на своей территории исторической, чтобы он сам избирал себе власть, чтобы на этой территории действовали законы этого народа, то есть, те законы, которые этот сам народ для себя выбирает. И чтобы власть этого народа, избираемая им, могла в соответствии с этими законами вершить правосудие и управлять этой территорией. Вот. То есть, у них свои паспорта, у них свои отношения с другими странами, свои посольства, двусторонние или трехсторонние договора, участие в международных организациях. Вот о чем мы говорим, а не о какой-то там изоляции от всего мира. Этого мы никогда и не просили. Субтитры создавал DimaTorzok